Парадоксы регулярно выпускают новые игры и DLC, но как их сейчас купить? А для этого есть сервис Купикот. Чтобы пополнить свой аккаунт Steam, вводите логин и указываете сумму. А мой промокод MBRNEW снижает комиссию на пополнение на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Купикот это самая настоящая игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности, поэтому рекомендую всем авторизоваться, чтобы получать постоянно кэшбэк. Пополнять иностранные аккаунты также можно в тенге или в долларах, выбрав соответствующую кнопку переключения валюты, а удобный калькулятор все посчитает за вас по актуальному курсу. Сейчас Купикот проводит Купилиарт, масштабный конкурс с очень ценными призами. Чем круче у вас билеты, тем дороже призы, а чем больше у вас билетов, тем больше шансов на победу. Чтобы купить игру гифтом, достаточно просто оплатить ее на сайт и принять в стиме подарком ее от бота. И самое главное, на свой российский аккаунт можно купить игры, которые недоступны в магазине стим. То есть больше не придется париться с созданием новых аккаунтов. Не упустите шанс пополнить свой стим аккаунт быстро, безопасно и с минимальной комиссией по ссылке в описании. Всем привет, я Эмбра, это Харсуфариан 4 с модом, где Византия не просто выстояла по истории, но стала одним из самых важных государств в альтернативной этой вселенной. Здесь у нее были успешные походы недавно на Балканы, она захватила все страны, которые не смогли сопротивляться. А мы им никак не смогли помочь, потому что напали они слишком быстро, войска там не смогли добежать. Здесь, в Персии, тоже успехи у Византии есть, Парфианское царство победило в гражданской войне и пошло на Афганистан. При поддержке колоний Индии, ну и еще королевства сикхов, но это к этому не относится. Парфианское царство не мореенит ко Византии, но понятное дело, что оно все-таки под Византией находится. А здесь, хоть все было успешно у Византии этой самой, но начались проблемы. Произошло восстание турков, а также здесь, на Кавказе, исламской революции. Туркам дивизию я одну смог отправить на помощь, а вот исламской революции ничего не могут отправить, они отказываются. Не хотят они то, что у них есть причины враждебно относиться к нам, мы помочь хотим. Было бы просто интересно, на самом деле, эту Византию победить без войны, еще до сюжета, который будет все это обыгрывать. Но здесь шанс того, что все же вот эти восстания окажутся успешными, он очень маленький. Потому что разработчики явно это предусмотрели. Ну это сломало бы сюжет, хотя может там как-то тоже будет закручено по сюжету, что... Может этот вариант тоже будет предусмотрен. Но опять же, я не думаю, что все же получится победить. Хотя турки тут вначале, вон, смотри, тащат. Ну-ка, давайте я сейчас вот сюда пройдем. И вот сюда. И получится, нет, не выходит. Ладно, а если как-то может сюда вот по такой... Не, ну одну дивизию атаковать я не могу, надо помогать, остальным просто сделать. Так, сейчас по фокусам мы уже упразднили дворянство, а теперь давайте контроль над промышленностью, проведем национализацию. Независимо от государства, экономика и промышленность в руках частников имеет много своих недостатков. Мало того, что буржуи станут действовать в своих собственных интересах, а не на благо народа в грядущих конфликтах, так еще и сама идея, независимо от государства и экономики, это поощряет. Все, контроль над промышленностью у нас сейчас будет установлен. Да, Пушкин, Александр Ильич. Вот такими вот вещами в этой вселенной занимаются. Совсем здесь все альтернативно пошло для этого Александра Сергеевича. Ну, пробьем здесь. А, отступили, ладно. Так, ну надо добить в этот момент. Так, у них же еще здесь... Подожди. Провинции, иудейские федерации, остальное они сражаются тоже против турков, так что выходить на границу с иудеями, ну не самая лучшая идея. Ну ладно. Так. Ай. Ну, это как-то да. Какой себе? Давайте отойдем. Вообще, я не хочу, чтобы нашу дивизию здесь закотлили. Поэтому давайте будем действовать осторожнее. Хм. Кстати, тут зажали их. А ну давай, атакуем. Североафриканский протекторат Византии, вон, напал на Триполитанию. То есть, они тут еще колонизацией занимаются. А у Франции... А, она почти захватила Алжир. Это, кстати, будет самая большая колония по размеру. Хотя, после захвата Триполитании Византии... Византии будет самая большая колония в Африке. А то просто сейчас колония представляет из себя... Ну, ну вот. Вот. Франция. Примерно сейчас у каждой стороны вот такие вот колонии. А, у нас же здесь, блин, мы же помогаем Сомали. Я совсем забыл про нее. Давайте добьем уже сомалийский султанат. Здесь восстание произошло реформистов. А мы им помогаем. Устанавливается контроль над промышленностью. Пусть люди знают, что это для их же блага. На 730 дней получаем дебафы. Забирают у нас политку, фабрики, скорость строительства, производства. Ну, ладно. Это временно. Хотя долго, на самом деле, ну ладно. Запрет оппозиции теперь. Разнообразие политических фракций в современной России приводит к трудности принятия многих решений и замедляет политическую жизнь страны. Сейчас нам стоит отказаться от столь устаревшей системы и утвердить одну единую, сильную парцию. Все, здесь закончили? Давай, 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 давай. Все, готово. Вот, я правда не знаю, мы сможем их как-то к себе там в альянс, например, взять. Давайте пакт о ненападении, мы там типа друзья, все дела. Но альянсы мы не можем создавать. Там опять же, скорее всего, по сюжету все это будет. Так, а тут наших в котел взяли. Ну, пошли, может быть, вытащим ее. Эта дивизия отсюда. Давай, давай, есть. Так, ну, давай, подходи. Что бы они без нас делали? А нельзя больше дивизий сюда послать? Нет. Я не уверен, что это помогло бы как-то затащить. Просто мне это нужно, чтобы войска там потренировать, чтобы опыта армии получать больше. Все-таки мы что-то за него доктрину качаем. Еще там 85 надо. Там прирост, конечно, есть, но он небольшой. Все, запреты оппозиции взяли. Теперь давайте переход к плановой экономике. И у нас откроются новые фокусы. Система рыночных отношений является, мягко говоря, довольно нестабильной. Поэтому стоит отказаться от этой устаревшей практики и перейти к более стабильной плановой экономике. Собственность жадных капиталистов станет принадлежать нашему народу. Опа, нифига. Котел сделали. Давай быстро закрывать. А хотя давай лучше сначала не закрывать. А я встану вот в эту провинцию, потому что тут никого нет. Вдруг раме еще встанут и раскроют. Да не, не встанут, я понял. Ну ладно. Все, минус две. Не, слушай. Ха. Мы сейчас Византию разделили на две части. Неплохо. А ну давай сейчас вот сюда быстро. Ай, ладно. Подвинули ее. Ну давай, давай, давай. Может быть как-то все же здесь получится закатлить. А Бисмарк был остановлен на границе. Сегодня на границе между Германией и нашей страной был остановлен Отто фон Бисмарк, заявляющий, что он находится здесь в качестве посла из Берлина. Конечно, его можно было бы пропустить, но есть небезосновательное опасение, что этот чертила попытается воспользоваться нашей не самой лучшей политической обстановкой, чтобы развалить страну изнутри. Можно отказать ему, но в таком случае это выставит нас не в самом лучшем свете. Поэтому был предложен план по слежке за деятельностью данной персоны. С другой стороны, а какой нам прок от мнения лицемерного мирового сообщества, если это не будет гарантировать выживание и безопасность нашей страны? Так, Бисмарк пересек нашу границу. Заранее нас не уведомив никак. Это че такое? Прикол какой-то или че? Пропусти этого работа. Ну там как-то стоило, наверное, предупредить. Там они сразу пересекают. Тут же вроде. Ну да, остановлен. Так, ладно. Ну, я не знаю. Бисмарк здесь, он дипломат. Но дипломаты силы через границу не прорываются. Можно установить его. Но давайте пропустим. Мы хоть, конечно, здесь и стрёмся с Германией, но... Я не знаю, к чему это может привести. Но мне кажется, что стоит... А, и проследить за ним. Давайте, и проследим, потому что он мало опасный. Давайте, во. А че у нас дивизия такая погрызанная, я понять не могу. Открепление недоступно, нет снабжения столи... В смысле, нет снабжения столицы. Из этой морской базы сюда нет, не проплывается снабжение. А как тогда мне его по-другому получать? Что за фигня? Правда. Получается, у нас дивизия, она одноразовая. Скоро закончится её оснащение, и всё. Ну ладно, пошли хотя бы тут будем котлы пытаться... Стоять! Ну че вы её выгнали, а? Понятно. Здесь дивизию наши в котёл взяли. Угу. А, ну слушай, пошли, может быть, вот так вот. Ну, ай, ладно, Ксен, я понял. Поймали нас. Давай отойдём. Нам в битвах участвовать лучше не надо. А то дивизия скоро исчезнет. Бисмарк и поволжские германцы. Бисмарк решил обсудить что-то с поволжскими германцами, что не может не вызывать опасений. Однако мы должны соблюдать принципы международного права и не мешать ему выполнять свою работу. Но если будет замечена хоть одна провинность германского дипломата, то быть беде. В случае чего наберём достаточно компрометирующих на него улик, чтобы заявить всему миру о нарушениях со стороны Берлина международных законов. Нам не интересно? Пусть армия узнает, что там творится. Откроется решение борьба с поволжскими германцами. Это где? Это что? Но решений я тут не вижу никаких. О, кстати, Япония нападает на Вьетнам. Угу. Тут вон она сразу объявилась. Хорошо, будем наблюдать. А тут... Серьёзно? А ну подожди, можем сюда пройти. Давай, давай, давай. Не выгоняйте её. Всё. Котёл. А, она же исчезла, да? А то ивент выскочил, не увидел, но исчезла. Переход к плановой экономике. Всё. Долой богатеев. Убрана идея зависимости от импорта. Она вроде у нас и так отсутствует, да? Мы же избавились по фокусам тем промышленным. Но тут игра может предполагать, что мы по тем фокусам не пошли, а сразу по политике пошли. Там же фокусы тогда исчезают, те, которые позволяют убрать зависимость. Поэтому вот ещё один способ избавиться от неё. Ну давай, давай, хорошо. И теперь новые фокусы у нас вот. А социалистическая сфера, модернизация флота, российский ВВС и модернизация русской армии. А также НЭП. А, ну это страна сохранила рыночную экономику, но мы её не сохранили. Поэтому будем проводить четырёхлетний план. Также есть конституционный референдум. Несколько проектов нам будет предложено, но это попозже рассмотрим. А здесь, ну это второй виток индустриализации, это после тех промышленных фокусов нам дали. Они к этому всему не имеют отношения, это сторонние фокусы. Но сейчас, я даже не знаю, наверное стоит всё же или армией заняться, или всё-таки четырёхлетний план провести. Давайте вот с него начнём, потому что чем раньше четырёхлетний план проводится, тем как бы лучше. Давайте, поехали. Забираться будет политвласть, ладно, зато скорость строительства, производство, то что надо. Кстати, у нас же тут политка накопилась, надо взять кого-нибудь вот например на О. Атака обороны пехотной дивизии, плюс ещё больше опыта армии будет расти. Здесь значит котёл мы сделали, но правда наши войска тоже котлят, наших союзников. Смотри, может быть мы эту дивизию ещё спасём? Давай беги. Восстание тайпинов происходит в Китае, кстати. Сейчас, вот они. Социализм у них, социальный монархизм, ну не знаю, помогать им наверное. Четыре дивизии стоит, нет? Давайте, наверное, туда пока лазить не будем, тут в Византии ситуация интереснее. И вообще, может быть я как-то сейчас не могу эту дивизию отозвать и заново отправить в новую, послать добровольцев. Я её, если вот так, расформировать, но тут именно её удаление. Ну в принципе её можно удалить и заново послать и... Так, младо-турское восстание смогло добиться уступков со стороны армейской империи, теперь народы турков и греков равноправны на территории армейской империи. О, во, вот. Нифига себе, как проработа на этот момент. Я думал, что здесь на последнем придётся сражаться. Их подавят и всё. Но! Это восстание так замучило Византию, что она пошла на уступки. Теперь здесь турки... Но, а мы чё с этого теперь имеем? Византия, наверное, стала слабее, а может даже и сильнее после таких вот уступков. Фиг его знает. Но здесь по нас духом мы не видим. Да, что хоть как-то здесь это может быть на территориях как-то там чё-то. Да нет. Ладно. Да и стабильно 43%. Нормально у них всё. Так, ну и исламская революция здесь, но она скоро будет подавлена. Византия нам палки в колёса вставляла, когда мы здесь пытались в Средней Азии получить доступ к шёлковому пути. И нифига, конечно, у нас не получилось. Но вот теперь, значит, мы Византии палки в колёса вставляем. Всё честно. Значит, дальше здесь. О, победа младотурков. Из Ромеи пришли неожиданные новости. Младотурки вынудили правительство Ромеи пойти на уступки. Мало кто ожидал такого исхода, но он случился. Главный вопрос теперь, что будет с империей дальше, развалится или изменит статус. Никому не понятно, что ждёт ромейцев дальше. Мировая общественность в основном рада победе революционного движения в связи с тем, что оно защищало свои права и свободы. Только правительство Пруссии выразило соболезнования Ромейской империи в связи с поражением. Также в Пруссии обязалось помочь Ромеи укрепить свои позиции и вернуть утраченное мировое признание. Они смогли защитить свои права. Ну, не без помощи нашей одной дивизии. Может, там как-то по фокусам? Младо. Пуру. Ну ладно, ладно. Если это к чему-то приведёт реально в дальнейшем, то это будет очень хорошо. Здесь вот я дальше смотрел. Создание промышленной комиссии. Там у нас ивент произойдёт. А дальше будет выбор. Коллективизация? Либо же сохранение индивидуальных хозяйств. Но если сохранить эти хозяйства индивидуальные, то у нас и политки больше, и фабрика, и стабильность. А вот коллективизация забирает и политку, и стабильность, но даёт больше скорости строительства. Давайте пойдём по самому радикальному пути через коллективизацию. А здесь получим в четырёх регионах по одному военному заводу. В ином случае, получили бы на год просто фабрики и дебавки к политке. Ну, наверное, даже вот это будет полезнее, потому что мы же фабриками строим всё остальное. Но всё же этот бонус вечный, а этот на год всего. А дальше профит с реформ на 1095 дней. Получаем фабрики, а также прирост политки. Ну, сейчас я это возьму. Исчезновение Игнатьева. Ваше превосходительство, сегодня произошло странное событие. Куда-то пропал и господин Игнатьев. В его квартире был беспорядок, но также были обнаружены и следы бегства. Но это ещё не всё. Исчезли и сторонники его жёсткой линии. Неужели они просто сбежали? Последовав примеру императорской династии. С другой стороны, навряд ли столь решительные, ярые патриоты могли так сделать. Стоит ли нам начать расследование этих обстоятельств, или же лучше оставить всё как есть? А не нужно нам ничего делать, тоже мне патриоты, начать расследование. Аромановы покидают страну. Ваше превосходительство на границе нашей необъятной родины были замечены представители царской фамилии. Династия которых правила ею вплоть до 1825 года. Это сильно похоже на бегство. Довольно показательно, что они, люди, ранее кошмарившие Россию и её народ, побоялись возможного рока за их ошибки, а также народного гнева. Решили не испытывать судьбу и покинуть страну. Тем не менее, факт остаётся фактом. Положение нашей страны сейчас, мягко говоря, не лучше. Ага, расследование. Так, я думаю, не надо. По сообщениям с пограничных пунктов, в последнее время сильно возросло количество офицеров, выезжающих из страны. Из-за кажущихся уважительными причин, мы ни разу не обратили на это внимание. Но, как показали отчёты, многие из них до сих пор не объявились по службе. Некоторые считают это тревожным признаменованием, но абсолютное большинство придерживается версии простого совпадения. А давайте уделим этого внимания. Политку потратим. Да, давай. У нас сейчас доминация нашей пары 77%. И так понимаем, все вот эти вот побеги из нашей страны, связанные конкретно с вот этим. Оппозиция вся у нас искренена полностью. Остались сущие проценты. Был создан союз Берлина и Константинополя. Франция пока не дала комментариев, как и правительство России. Сейчас понятно одно. Войну в Европе уже не избежать. Плохие новости. Нам бы тоже, ну, в какой-то альянсик бы залезть, на самом деле. Это, скорее всего, будет у нас происходить по фокусам. Социалистическая сфера. Европейская дипломатия, дружба с Францией, свой путь, дружба с Британией. А, тут еще выбирать. Стоять. Дружба с Британией в разработке. А дружба с Францией, там ивент есть. Ага, ну что, тогда у нас выбора нет, получается. Не, ну можно, конечно, свою альянс создать. Комиссия. Так, давайте коллективизация. Мы это уже все с вами обсудили. Поехали вот сюда вот. А дальше приоритеты. Смотрите, легкой или военной промышленности. Здесь фабрики нам отсыпят, культ рабочего, минус политка, но проценты к производству хорошие. Здесь развитие... А, ну тут на самом деле без разницы, что мы здесь выберем, потому что все эти фокусы, они будут доступны. То есть выбор только вот здесь. Получим фабрики, либо военные заводы. На самом деле мне бы сейчас получить, я даже не знаю, фабрик у нас хватает. Ой, 11. Не хватает фабрик. Тут прям мало. Как-то их... А давайте лучше тогда фабрики получим, потому что военные заводы, но построить всегда успеем. А дальше возьму вот эти вот бонусы. Разблокируем новых советников и промышленные концерны. Здесь бонусы получим, а дальше завершается первый четырехлетний план у нас. Как-то, кстати, он завершится быстро. И еще получим бонусы на производство. О, ты смотри, новости пошли. Исламская революция добилась успеха. Революция на Кавказе подошла к концу. Но многие сейчас задаются вопросом, а каков итог? А итог очень печален для Ромеи, ибо революция смогла добиться принятия своих требований. Хоть Кавказ все еще часть империи, но после такого поражения это лишь вопрос времени. Германское государство уже высказалось с тем, что они будут мстить за навязанную революцию. А КБО сообщило о том, что стоит понизить эскалацию в той области, чтобы избежать повторения революции. Русские же сохранили молчание, и это говорит о том, что они желали увидеть иной исход этого события. Ну да, мы тут хотели все-таки увидеть распадик Византии. Хотя бы чуть-чуть. Ну ладно. Расширение гражданского производства. Было предложено несколько вариантов для развития экономики страны в определенных регионах. Москва, Волгоград, либо же Петроград. Ну это где мы построим фабрики. Как бы ивент интересен, но по сути просто получаем где-то фабрики. Наверное лучше всего это сделать в... Давайте Москве. Это конечно не наша столица, но она явно находится в большей безопасности, чем Петроград. Москва равноудалена от и Византии, и от Германии. А Волгоград, ну близко к Византии, и Петроград близко и к империи Северных морей, и Германии. А территории безопасны, их можно спокойно застряивать. Я здесь и так вон фабрики строю. Дальше расширение промышленности. Давайте 4 военных завода. Расширение военного производства. Можем получить военные заводы в Туле, в Смоленске, либо же в Петрограде. Ребята, есть кто из Тулы? В комментариях пожалуйста отпишитесь, я все-таки вас выбираю. Так что давайте у вас строим 2 военных завода. И у нас они будут заниматься... Блин, сколько у нас тут всего уже производилось. Пускай занимаются ПВО. Наши дивизии стоит прокачать, добавить сюда ПВО и поддержку арты. Вот так. Нифига себе у нас стали добывается. 800 единиц стали. Жесть. И при этом я могу еще прожимать решения, которые... Разработка месторождений стали. Металл. Нам вот этих ресурсов, я думаю, надолго хватит. Вот Борезину где-то раздобыть. Но это надо исследовать заводы соответствующие. Так, а сейчас, кстати, тут решения же появились. Трехлетний план. Вот его нужно тыкать. Обязательно. Пропаганда трудовой дисциплины. А строительство военных не надо. Вот фабрик. Субсидируем строительство фабрик. Также Уралмаш. Давайте 2 военных завода. Кермский военный завод. МТЗ. 2 военных завода в Минске. Харковские текстильные фабрики. 2 фабрики получаем. Тверской домостроительный комбинат. 2 фабрики. И Рязанские швейные фабрики. Ну, у меня уже политки не хватает. Но получим. 2 штучки. Нормально. Ну и сразу это там взять не дадут, потому что 4-х летний план должен быть завершен. А он завершится через 1306 дней. Вот. И только после этого потом я смогу взять вот этот фокус. Так что эти бонусы не скоро мы увидим. Ну, пока сейчас я это получу. И пойдем, значит, уже брать следующие фокусы. Тайпинское восстание потерпело поражение. Ну, конечно, может было там как-то ему помогать, но фиг с ним. Там шансов, я думаю, было немного. А империя Цинн, кстати, образовалась. Теперь это единое государство. А война в Афганистане до сих пор идет, кстати. Но, а, о, ха, вовремя я посмотрел. Афганистан пал. Это теперь Парфянское царство такое. А колонии Визенции вон пошли вот сюда, вот Аш. Они еще и здесь есть. Понатыкали им, блин, по чуть-чуть везде. Все. Уже не можем, давайте погнали заниматься социалистической сферой. Россия должна гордо смотреть в будущее. И именно социализм поможет создать его таким, каким мечтает увидеть его население страной. Только государства, опирающиеся на свой народ, смогут преодолеть самые, казалось бы, непреодолимые препятствия и перенести тяготы многочисленных испытаний. Опа. Португальское метро. Нифига себе. А, это очередной метрополитен. А на этот раз в Лиссабоне. Поздравляем. Теперь у нас понижается еще дебаф от оттока иностранного капитала. Ну, фабрик сейчас. О, уже нормально. Там вот эти решения позаканчивались. Давайте сейчас и прожму вот это вот еще. Социалистическая политика. Важно понимать, что какой бы сильной и могучей реверсионной не была доктрина социалистической страны, мировая революция общества невозможна без союзников в этом жестоком и полном злом мире. Только сообща со всеми станет возможным преодолеть не только внешнеполитические, но и внутриполитические проблемы страны. А сейчас я выхожу именно сюда, а не вот эти вот реформы. Ну, армии, кстати, тоже стоит покачать. Потому что, чую, скоро уже будет конфликт. А сейчас мне нужно клепать войска, хотя просто, чтобы число было. Фронты позакрывать с Германией, с Византией. И потом уже заниматься качеством. То есть, в принципе, сейчас вот эти вот дивизии сюда возвращаем. Ты идешь сюда, две дивки клепаю, и еще целую армию создаем новую. Да и даже еще одну. 48 дивизий. 47, ладно. Еще одну, потом попозже сделаю. И будем покрывать фронты вот эти вот. А сейчас... Так, что будем делать тут? Давайте европейской дипломатии. Сразу отыщем союзников себе. Ситуации в мире изменяются с каждым днем. И если мы не примем вовремя внешнеполитическую доктрину, то быть беде. Поэтому нам следует определиться, с кем из держав мы будем сотрудничать. Опа, здрасте. И Германия опять напала на Австрию. Это бедная Австрия. Мне так ее жалко, потому что теперь она воюет не только против Германии еще, но и против Византии. Блин, я хочу в этом моде поиграть за Австрию. Но здесь что-то как-то скромно. Мне разработчик предложил в следующий раз сыграть за Германию. Говорит, там все очень круто проработано, и стоит покатать. Зрителям понравится. Но Австрия, блин, а? Но тут, скорее всего, фокусы поменялись они. Изначально вроде не это было. Ну ладно, я там не помню, поэтому не буду заявлять. Я серьезно хочу поиграть за Австрию. Потому что в третий раз на нее нападают. Два предыдущих раза она проиграла, но кое-как сохранила себя целостной. А сейчас, я так понимаю, она не сохранит себя. Да, давайте отправим ей помощь, конечно. Она получит защиту на 120 дней. Но я думаю, эта война завершится раньше. Давай. Нам нужны союзники. О, да. Венгрия восстает, класс. У нас есть сейчас три варианта. Первый. Нужно искать союз с Парижем. Поскольку Франция – это первая в мире социалистическая страна. Правительство которой смогло вывести ее из плачевного положения при помощи реализации идей, схожих с нашими. Второй. Предложенная немалой частью ПСР подразумевает, что нам нужно заключить союз с чартистами. Однако при провале их революции мы останемся все сами по себе. Ведь более о помощи из Лондона можно и не мечтать. Третий вариант, за который выступают наиболее радикальные элементы правительства, это не играть в дипломатию с другими крупными европейскими странами и быть самостоятельными. Но стоит ли гордость потери потенциального союза? Смотрите, Британия отпадает пота... А, с Францией нельзя? Ну, знаете, почему нельзя? Да потому что здесь в Франции не социалисты. Республиканский союз. Поэтому мы делаем свой альянс. Да, жалко. Нам бы союз с Францией реально бы пригодился. Потому что, ну, она сильная здесь. Она бы смогла перетянуть на себя Германию. Но сейчас нам остается создавать свой альянс. А, ну, с кем? Сомали? Кто тут еще? Социалист. Да, никто вроде. Да, тут как-то... А, ну, Венгрия, кстати, да. Ну, Венгрия. Ну, короче, ладно. Будем думать. Надеюсь, хоть кого-то к себе в альянс возьмем, а не просто будем сидеть. Здесь нам еще нужно сделать очень важный выбор. Мы будем строить социализм в отдельно взятой стране у себя. Либо же проводить политику интернационализма. Но вообще варианты нам этот подходят, раз мы строим свой путь. И будем приглашать другие страны в свой альянс. Важно, чтобы у них были взгляды такие же, как и у нас. Хотя в отдельно взятой стране тут тоже, может быть, стоит. Давайте вы напишите в комментариях, какой вам вариант больше всего нравится. Пролайкайте те комментарии, которые совпадают с вашим мнением. В следующей серии я уже приму решение, опираясь на ваши комментарии. Ну что ж, с вами был Эмбер, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте с позвуку, чтобы получить классный бонус. А также играйте в институтарной партии, просто общайтесь в наших сериях в дискорде, посылок в описании. Ну что ж, с вами был Эмбер, спасибо большое за просмотр. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok